Девушки отдыхают Держись Поймал Чтобы подняться на поверхность Нам придется пробраться Сброшенный блокпост, Артем Тихо Там что-то есть в соседней комнате Открывай гермоворота, я прикрою Ржавая дрянь Отлично все вовремя Придется Артем Артем Пошибурши по ящикам, вдруг найдёшь что полезное. Готов, Артём? За мной. Ну всё, давай наверх. Так, так. Похоже, никого нет дома. Не забудь надеть противогаз перед выходом на поверхность. Без него ты долго не протянешь. Мы почти на месте. Это концерт. А вот и стражи. Пожаловали. Давай-ка наляжем. Тянем, потянем. Тянь. Готов? Тянем. И... Двинули. Вот она, наша цель. Наконец-то. Мельник на 5. Ульман, как слышите? Приём. Слышу вас отлично. Приём. Мы у башни. Повторяю, мы у башни. Группа выдвинулась. Приём. Так точно. Они на связи. Говорят, что приближаются к башне. Принято. Следующий сеанс связи, когда поднимемся на башню. Как слышите? Пошли. Остальные уже, наверное, на месте. А вот и они. Как добрались, товарищ полковник? Что это за шум? Помогите. Чупляйте. Командир! Чёрт! Огонь! Продолжение следует... Продолжение следует... Жизнь тут не сахар, но ты всегда знаешь, что на твоей станции каждый человек тебе так родной. Тебе есть ради чего и ради кого жить. Но с тех пор, как появились эти мутанты, все изменилось. Мы стали другими. Нами правил страх, пока не пришел он. Хантер, друг моего отчима, он изменил все и в особенности мою жизнь. Продолжение следует... Артем, проснулся наконец. К нам скоро придет Хантер. У него-то всегда самые свежие новости с других станций. Вставай, тебе тоже будет интересно послушать. Пойдем, Артем, пойдем. Дерьмо, свиньи, витамины. Я не через такое прошел. Я этого не боюсь. Что ты хочешь сделать черными? Найти и уничтожить? Привет, Артем. Да не смеши. Этой станции недолго осталось, если нападения черных не прекратятся. Мы должны что-то сделать. Да что еще мы можем сделать? Сереженька. Привет, Артем. Сереженька, у моего никто не видел. Леша, ночью они снова набрали на наш дезон. Госпиталь переполнен. Все, слушай, что говорят люди. Многие хотят валить со станции. Леша, Леша, боже ты мой. Что же делать теперь? Где ты, Леша? Я хотела тебя отпускать на это дежурство. Что с Алексеем не знаете? Пойдем, Артем, пойдем. Леху кто-нибудь видел? Леху Рыжего. Он ночью вчера дежурил? Я в саму пеку. Петр. Вызарите. Не знаю, выживет он или нет. А, извините, не узнал. Это опять черные были, да? Все под контролем. Проходите, товарищ Сухой. Сколько наших? Здорово, Артем. А, нет. Мы тут в Ассаде. Акраненые. Никаких улучшений. Этим утром еще двое скончались. Черные убивают не сразу. Но они словно разрывают нам мозг. Душу рвут. Люди сходят с ума. Нет. Не могу. Не могу. Добраться. Добраться. Не выходит. Нет, нет. Проваливайте. Не трожьте меня. Нет. Какого черта? Кто это может быть? Это Хантер. Все в порядке. Мутанты не стучатся. Давай открывай чертовы ворота. Добро пожаловать на ВДНХ, Хантер. Спасибо. А теперь закройте ворота. Давно не виделись, Хантер. Рад видеть тебя, Саша. Здравствуй, Артем. Ну, Хантер, какие вести с полей? Что в мире творится? Ну-ка. Да все как обычно. Все говорят только о вашей станции. И этих. Ваших мутантах. Артем, я тут прикупил древние открытки с видами Нью-Йорка. Держи. Это не просто мутанты, поверь мне. Это что-то новое. Что за тело? Что-то страшное. Черное, да? К черту детали. У нас в Ордене заведено так. Врагов надо истреблять. Черные убивают низко. Кто-то проник в главную вентиляционную шахту. Они идут сверху. Только этого не хватало. Черт, уже за стенкой наша больница. Кирилл, бери своих, закрывай туннель. Хантер. Саныч, мы остаемся в этом зале. Вперед! Согласен. Артем, бери оружие. Здесь. Черт, где же они вылезут? Они придут сюда. Больница рядом. Запах крови. Продолжение следует... Продолжение следует... Безнадежно! Нам их не остановить, Хантер! Продолжать огонь! Артем, с тобой все нормально? Конечно, этот-то не пропадет. Какие же это черные? Обычная туннельная нечисть. Даже когда ты не видишь черных вокруг, они все равно рядом. Ты о них думаешь, ты их боишься. Страх их оружие. Прочие туннельные гады бегут от них, как крысы. Черные не просто мутанты. Это хомонолус, следующая ступень эволюции. Выживает сильнейший, знаешь? Так вот это не про нас. Да что с тобой случилось? Ты как скотина, которую ведут на бойню. А я буду цепляться за жизнь. До последнего. Понял? А когда отправлюсь в ад, прихвачу с собой этих твоих, комы новусов. Пойди, глянь! У меня в госпитале десяток проверенных бойцов пускают шлюни и бормочут ерунду. Даже душу вы потрошили. Черные! Черные напали! Внешний блокпост уничтожен! Не могу. Не могу. Добраться. Черт, черт, черт! Черт, 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 черт! Одному дьяволу известно, что творится за последним рубежом вашей обороны. Я пойду на разведку. Слушай меня внимательно, Артем. Если я до завтра не вернусь, ты должен добраться до полиса и найти человека, которого зовут Мельником. Расскажешь ему, что случилось со мной и что происходит в ваших туннелях. Покажи Мельнику вот это, чтобы он поверил, что ты от меня. Я надеюсь на тебя, Артем. Не подведи. Если мы хотим выжить, мы должны уничтожить эту угрозу. Любой ценой уничтожить. Понял? Хантер не вернулся. Сбежать с ВДНХ мне было непросто. Но я ведь дал ему слово. На следующий день к Рижской уходил караван. Караванщик набирал охранников, и я завербовался. Паровоз, не стучите колеса. Кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке. Наконец-то. Ты, блин, в своем обычном темпе, да? Ладно, хватай шматье вооружейное на платформу. Они уже заждались. Я буду там, и смотри, ничего не забудь. Вот стоц, перевертолся, бабушка, здорово. Вот стоц, перевертолся, кушает компот. Вот стоц. Перевертолся, ей мечтает снова. Вот стоц, перевертолся, пережит налет. Извини, Артем, тут пока закрыто. Только дозорные могут пройти. Прекрасная музыка. Где ты вообще эту заместу? Как же меня достало все это? Чего я терплю? Говорила мне мама держаться от тебя подальше. Говорила, что ты дебил, югай. А теперь давай нарисуем что-нибудь другое. Мама, ты была права. Ну, например, давай нарисуем домик, в котором ты хочешь жить с папой и мамой. А домик большой? А когда вернется мама, мы ей покажем, что рисунок и она обращается. Ну вот, этот мужчина, такой он позам, оборачивается ко мне и говорит, девушка, если бы моя жена готовила так, как у меня, я был бы самым счастливым человеком на земле. Ой, я ему... Что же ваша жена так не готовит? А он, неожиданно, неожиданно, неожиданно. Ой, ты какая. Давай, подруга, вперед истик. Ну, посмотри-ка, кто ты такой чистюля. Да, под ноги смотришь. Это еще кто? Да убирать кто будет. Вот я б тебе охотарив грязь, домократа. Слушай, дай проспать, а. Пробаливай, Арсен. Уместно действовать в вопросах торговли, связи, ресурсов, Петя и так далее. Ну я же просил тебя никуда не отходить. Знаешь, как я за тебя волнуюсь. Никогда, никогда больше не делай так. Вот. Посмотри, как получилось. Без хорошего автомата, считай, нету солдата. Опять наш хаус. Что ты делаешь? Давай, давай, скотина пьяная. У нас лучший курс на станции. Эй, Артем, Артем. Что тебе надо, женщина? Ты готова. Привет, Артем. Ну что, Артем? Может, ты что, блин, в туннель с пустыми руками собрался? Не зачитай. Твой вооружение, ну и прибарахлись как следует. Если ты не встанешь, я вернусь со сковородкой, и тебе хана. Без хорошего автомата, считай, нету солдат. Акция. Купите ТТ, глушите. Тарпай, двигай. Шутка. Господи, толкашом ведь шуток. Так что у нас с этим новичком? Похоже, совсем зеленый. Эй, Артем, тебе оружие нужно? Давай-ка посмотрим. Автомат Калибра 5,45. Сделано на Кузнецком мосту. Стреляет в Киво, перекрывается в две секунды. Поэтому называется ублюдком. Да брось. Стреляй короткими очередями и патронов не забудь набрать. Универсальная зарядка для фонаря. Батареи заряжать. Ну и противогаз. Надевай везде, где высокая радиация. Милли на поверхность. Армейские аптечки на всякий пожарный. Так, теперь все, окей. Хочешь напробовать свой арсенал? Прошу, мой тир. Ну и просто постарайся. Первое время особо не высовываться. Окей? Все самое свежее. Погони, выбирай. Ты думаешь, мы доживем до того дня, когда снова сможем жить наверху? Я вот никогда Москву не видел. Только старые фотографии. Нет больше. О, привет. Ну че, как? Строенький буэр, Артемыч, ягод. Все, готово. Теперь опускай. Черт, спину, спину себе сорву. О, еще один. Артем! Черт! Работай сам. Есть прикурок полный такой противоракетной системы у Москвы. А Петербург? Слышал уже, наверное, что мы собираемся с Рижской заключить договор о Союзе. Ну и в качестве жестодоброй воли этим караваном отправляем им пока что гуманитарную помощь. Они там бедно живут. Вы должны приглядывать за грузом. Ехать тут недалеко, и туннели вроде спокойные. Детишки с мороженными шариками. Там все музыка несется. А вот, какой болт. Лестницы держите в паралитике. Крепче! Что слышно, бойцы? На границе все спокойно. Честь имею. Можете расслабиться. Ну что, готов выдвигаться? Готов? Тогда двинули. По местам. Ты, Артем, садись сюда. Никто ничего не забыл? Все, затарился? Тогда пошли. Эй, ребята, вы на Рижскую едете? Типа того. Не подбросите? Не вопрос. На зайцем не поедешь. Придется поднапрячься чуток. Всегда готов. Тогда двинули. Ну все. Удачи всем, кто остается дома. А нам с вами, парни, удачи вдвойне. Ну, мужики, пожелайте нам удачи. Ну как, готовы немного прошвырнуться? Круто, да, Артем? Наконец-то свобода. Хотя бы на время поездки. Думаю, будет здорово. И опасно. И это еще круче. Так я покинул родную станцию в первый раз с далекого детства. Мне было неловко, что я не сказал отчиму всей правды. Я не собирался возвращаться домой с Рижской, но я не мог подвезти Хантера. Продолжение следует...